Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азат Жумаханов и сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Смотрите сегодня. Спорт да спорт кругом. Вторая половина недели в Алматинской области ознаменуется большими событиями спортивной жизни не только региона, но и страны. Коронавирус. Рекомендации медиков. Отключение электроэнергии за одну тенге задолженности. Миф или реальность? 7 и 8 марта стартует очередной сезон чемпионата Казахстана по футболу. В воскресенье Талдыкурганский ЖТСУ в Актау встретится с местным Каспием. В преддверии первого матча чемпионата по доброй традиции Аким Алматинской области Амандык Баталов встретился с футболистами и тренерским составом профессионального футбольного клуба ЖТСУ. По итогам прошлогоднего чемпионата семереченцы оказались в топ-5 сильнейших клубов элитного дивизиона страны. Под руководством Дмитрия Огая ЖТСУ стал именно той командой, которой начали бояться не только аутсайдеры, но и лидеры казахстанского футбола. За прошлый сезон команда не раз становилась на пути таких грандов, как Астана, Хайрат, Табол и другие. В этом же году Аким области Амандык Баталов ставит перед коллективом более амбициозные задачи. ЖТСУ – это команда, которая имеет очень давнюю, хорошую такую историю. Поэтому играйте, настраивайте, чтобы вы сильнее всех, все условия создали. Если будете играть, я понимаю, там должны быть лидеры, там же без звезд не бывает. Там, где есть звезды мирового масштаба, они лучше играют, они ведут команду. Но я же вам не говорю, чемпионами станьте и все. Потому что я понимаю, что только Астана и Хайрат. Играйте, настраивайтесь на хороший результат. К нынешнему чемпионату семереченцы подходят в хорошей форме. На сборах в Турции ЖТСУ не разу обыгрывал грандов чемпионатов Грузии, Белоруссии, России и других. Благодаря грамотной трансферной политике клубу удалось сохранить лидеров команды. А к тому же в клуб приняты 8 новичков. Это опытные легионеры и талантливая молодежь Академии ЖТСУ. Руководство команды поблагодарило Аманды Кабаталова за всестороннюю поддержку. И пообещало не жалеть сил для успешного выступления в предстоящем сезоне. Мы благодарны вам за ваше внимание, потому что мы прекрасно понимаем, что у Акима области есть много забот и хлопот. Мы провели в этом году хорошую сбору на высоком уровне. Играли с сильными соперниками и хорошо подготовились. И по доброй сложившейся традиции, в знак благодарности и уважения, от имени команды Акима области Аманды Кабаталову вручили футбольную форму клуба символичным номером 7. С 6 по 8 марта в Талдыкургане пройдут игры 4-го малого тура 28-го чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди женских команд мастеров национальной лиги. В стенах спорткомплекса «Жастар» семереченский клуб ЖТСУ встретится с командами «Алтай», «Алтай-2» и «Алматы». В преддверии игр очередного тура с командой встретился глава региона Аманды Кабаталов. Аким области пожелал девушкам удачи в предстоящих играх и отметил, что талдыкурганские болельщики ждут от своей команды только побед. Отметим, что волейбольный клуб ЖТСУ лидирует в своей подгруппе и не потерпел ни одного поражения в течение сезона. К другим темам. Акцентировать внимание надо не на масках, а на личной гигиене. В связи с паникой из-за коронавирусной инфекции в мире казахстанцев просят не создавать ажиотаж и соблюдать элементарные правила безопасности от болезней. Специалисты рекомендуют казахстанцам воздержаться от посещения общественных мест, не выезжать в страны, где регистрируется коронавирус. Ситуация находится на контроле в правительстве, принимаются все необходимые меры. По ситуации на сегодняшний день по Казахстану не выявлено ни единого случая заражения коронавирусом. Но все же специалисты рекомендуют жителям республики предохраняться и соблюдать элементарные правила личной гигиены. Важным является соблюдение культуры чихания. Вот я сейчас вам продемонстрирую эту ситуацию. Посмотрите, вы чихнули в руку, держитесь за перила и спускаетесь, следом за вами, если это больной человек, он распространяет таким образом коронавирус, следом за вами идет здоровый человек, он держится за эти же перила. Зачесались глаза, потер глаза, он инфицирован. То есть у него свои правила. Это не та летучая инфекция, которая находится в воздухе, и надо одевать маски. То есть он может осесть на вещи. Вы сели, чихнули, ушли, забыли. Другой человек подошел, взял эту ручку, он заразился. Вот поэтому нужно акцентировать внимание не на масках. Напомним, за период с 6 января по 1 марта через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан прибыло 32 456 человек. Все граждане осмотрены специалистами. Угроз нет, сообщили в Министерстве здравоохранения. В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для поддерживающей терапии. Подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах. Врачебный и среднемедицинский персонал. Прокомментировали на брифинге, пожалуй, главный вопрос волнующих казахстанцев о досрочных каникулах в школах и университетах. То есть на сегодняшний день у нас карантина в школах нет, его никто не устанавливал. Действительно, есть фейковые рассылки, мы постоянно комментируем, что данные рассылки не соответствуют действительности. Те меры, которые рекомендуются в общем для всех, это частое проветривание, это соблюдение гигиены, это обработка рук. Мы рекомендовали это и школьным учреждениям, и учреждениям уже после школы, вузам и колледжам. Как только возникнет необходимость в объявлении карантина, то обязательно мы проинформируем в первую очередь сами о данных мероприятиях, а не путем рассылки в мессенджерах. И опять-таки обращаемся к вам, журналисты, к населению, что просим верить только той официальной информации, которую дает Министерство здравоохранения. В системе оплаты потребленной электроэнергии появились некоторые новшества. Ими интересовался наш корреспондент Евгения Присяжная. Как оказалось, отключить подачу электроэнергии или заблокировать лицевой счет бытового потребителя электроснабжающая организация может только после официального уведомления. Подробнее смотрите далее. С 24 февраля в Казахстане изменились правила пользования электрической энергией. Теперь должникам свет будут отключать только после их уведомлений в письменном и электронном виде. Теперь потребители получат возможность получать уведомление о прекращении поставки электрической энергии способами, которые они выберут сами. Электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами. Новшеством для юридических лиц становится тот факт, что теперь срок с момента получения уведомления до отключения подачи электричества стал больше. Был три дня, теперь пять. Физическим лицам в случае несвоевременной оплаты потребленной энергии будет блокироваться лицевой счет, как и раньше, через 30 календарных дней. Это значит, что если вы протянули с оплатой более месяца, ваш лицевой счет будет заблокирован. И разблокировать его можно будет только после внесения штрафной суммы через кассы энергосбыта. Чтобы свет подключили, абонент должен оплатить. После этого он должен обратиться в РЭС и в нашу энергосможающую организацию. При подключении он будет оплачивать за повторное подключение. Значит, для потребителей, кто живет в благоустроенных домах, 1560 тенге, а для тех, кто в частных домах живут, у них 2222 тенге. В Талдыкурганском регионе, по словам энергетиков, 186 640 потребителей. Несвоевременная уплата по счетам влечет большие долги энергосберегающей компании, сетуют они. Но, как показывает мониторинг, больше всего задолженности у организаций. Из 50,5 миллионов тенге долга по Талдыкурганскому региону, более 49 относятся к Талдыкурганскому горводоканалу и Ескельды-Су-Кубыры. А по информации, прошедшей в соцсетях об отключении абонентов за задолженность даже в одну тенге, энергетики пояснили, что имеют право, но делать этого не будут. Евгения Присяжная, Габит Кабдрахманов, Ержан Дюсен, Жасулан Шенгинжа, телеканал ЖТСУ. Проще и доступнее. В текущем году в цонах страны 55 государственных услуг будут объединены в 21 композитную услугу, оформляемую одним заявлением. Это позволит казахстанцам меньше обращаться в центры обслуживания населения. Как известно, больше всего граждане сталкиваются с проблемой при получении документов на земельные акты. Для этого сейчас требуются четыре вида заявления. В прошлом году за этой услугой обратились более 77 тысяч жителей области. По мнению специалистов, новая программа по принципу одного заявления сэкономит время граждан и позволит разгрузить работу цонов. Однако эта система работы в Алматинской области пока не запущена. Внедряем новую систему ЕГКН, называется Единый государственный кадастр и недвижимости. Это включает в себя одним заявлением, услуга получателя, одним заявлением может получить и госакт, и техобследование. Недвижимость – это, по-старому говоря, техпаспорт. В этом направлении ведется работа, скорее всего, в 2021 году они полностью внедрят ее в масштабах республики. Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее. Стакан питьевой воды и червячок на закуску. Жительница Ембеши-Казахского района пожаловалась, что из ее крана течет непригодная для питья вода. Тонкий лед. Любимый досуг чуть не обернулся для рыбаков трагедией. Кому нужны трубочисты? Сотрудники департамента ПОДЧС выявляют жилые дома, требующие прочистки дымоходов. Известный профессор Рахман Алшанов сделал сенсационное заявление, передает 24КЗ. По его словам, жизнь на Земле возникла в степи Туран. Следы первых астероидов, упавших на нашу планету, обнаружили на территории Казахстана. Ученые нашли четыре крупных кратера. Они определены под Актобе, вблизи озера Балхаш и Аральского моря. Профессор говорит, что изучая священную книгу Зоро Астре Авеста, он пришел к выводу, что жизнь на Земле произошла именно на землях Турана. В книге Авеста зафиксированы события, которые происходили 4, 5, 6 тысяч лет назад. Все это было на нашей Земле. Сам человек, написавший Авесту, родился на берегу Аральского моря и жил на севере Турана, сказал Рахман Алшанов. Объем теневого рынка легкой промышленности в два раза превышает официальные показатели. По официальной статистике в стране производится одна мужская верхняя одежда в год на 40 человек, один свитер на 105 человек. Остальную часть одевают за счет импорта. Легкая промышленность Казахстана на сегодняшний день – это макроэкономическая проблема. Так считает депутат Сената Манап Кубенов, сообщает корреспондент Законки-Зет. По его мнению, засилие импорта, контрабанды и контрафактной продукции – самые больные темы для отрасли. По неофициальной статистике, удельный вес импорта товаров легкой промышленности – самый высокий в обрабатывающей промышленности и доходит до 95%. В Казахстане введено временное ограничение движения для большегрузов, передает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Весенний период из-за снижения несущной способности конструктивных элементов трасс. Ограничено движение грузового автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн. В регионах страны ограничения вводятся в разное время, в зависимости от природно-климатических особенностей территории, отмечается в сообщении. С 1 марта по 1 апреля ограничены движения на дорогах Алматинской, Андраусской, Жамбылской, Карагандинской, Казалардинской, Магисталской и Туркестанской областей. С 23 марта по 1 мая ограничения будут действовать в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кустанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. К новостям области. Жители города Исы, Кембикши-Казахского района, пожаловались на воду с червями. Они утверждают, что вода не приходит должным образом в фильтрацию, хотя водоочистительные объекты работают исправно. Разобраться, в чем же причина поручила Мандык-Баталов, создав специальную комиссию. По данным различных средств массовой информации, жалобы поступили от жильцов по улице Алтанадам. Для выяснения обстоятельств специалисты в первую очередь проверили реку Исык, которая обеспечивает питьевой водой 50-тысячное население. Кристально чистая, говорят специалисты. Далее проверки подверглись фильтровальные станции, водоочистительных сооружений, куда поступает речная вода. Здесь жидкость проходит через три фильтра очистки. Поступающая вода вначале очищается от камней, мусора и различных мелких веществ. Далее поступает в тысячекубовые водохранилища. Там вода проходит очистку минералами и в целом оттуда поступает для населения чистой. Удовлетворившись результатами проверки, комиссия наведлась к жительнице Ясика Асея Исаевой, от которой и поступила жалоба. В ходе расследования здесь, в колодце, обнаружили помимо нового трубопровода, другой, старый. К нему и были, оказывается, подключены жители этого участка. После переключения системы водоснабжения исчерпала себя и проблема. Все хорошо, я удовлетворена, спасибо, благодарна, конечно, что приехали. Вода чистая, да. На сегодняшний день вода чистая, будем наблюдать. Водоснабжение города Иссык осуществляется за счет поверхностного водоисточника. Центром экспертизы, национальным центром экспертизы, были отобраны пять проб для исследования воды по городу Иссык на распределительной сети. Исследованные пробы воды соответствуют санитарным нормам по бактериологическим и санитарно-химическим показателям. В качестве профилактики инфекционных заболеваний рекомендуем населению отставить и кипятить воду перед употреблением. Отметим, в больнице ни один человек не поступил с отравлением из-за питьевой воды. Члены комиссии проверили ее качество во всем районе. И все соответствует требуемым стандартам. С риском для жизни. Несмотря на плюсовую дневную температуру воздуха за окном, два рыбака отправились на подледный лов и провалились. Как сообщили в департаменте по ЧС, ЧП произошло в Карасайском районе, на водоеме К-30. Сообщение поступило на пульт дежурного 3 марта в 15.34. Спасать рыбаков на место происшествия оперативно выехали сотрудники местного отдела по ЧС, спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда, а также сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Благодаря слаженной работе незадачливых рыбаков удалось спасти. Пострадавшими оказались местные жители – 32-летний мужчина и 26-летняя женщина. На территории Алматинской области установился положительный температурный фон. В связи с этим просим любителей подледной рыбалки воздержаться от выхода на лед, а также всех граждан просим не выходить на водоемы, на лед. В связи с тем, что в весенний период лед начал таять, и лед сейчас неустойчив, и он обманчив. Совместными усилиями спасатели и волонтеры объединились для предупреждения и недопущения несчастных случаев в жилом секторе Царканского района. Основной акцент делается на проверку печей и дымоходов, а также электронагревателей. Хозяевам в случае нарушения даются рекомендации по их устранению. Вручаются памятки на противопожарную тематику. Помощь добровольцев пришлась спасателям как нельзя кстати. Район не маленький, а домов много – 8 тысяч. Успеть обойти их все за отопительный период – задача трудная, но выполнимая, говорят спасатели. В области же специальные отряды обошли более 350 тысяч жилых домов. Мы на еженедельной основе проводим подворовый обход, объясняем правила пожарной безопасности. Также мы занимаемся установкой датчиков угарного газа. На сегодня мы приобрели и установили 373 датчика по райцентру. В первую очередь мы охватили многодетных и малоимущих семей. Кроме того, нами проводится акция рукопомощи. Мы помогаем пенсионерам, инвалидам и другим социально уязвимым категориям с чисткой дымохода и орочных сетей. А тем временем коронавирус продолжает распространяться по Европе. Во Франции зафиксировано 212 случаев заражения. 12 человек вылечены, четверо умерли. Цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели растут в связи с ажиотажным спросом. Тем временем ВОЗ сообщила во вторник о том, что смертность от коронавируса составляет 3,4%. Для сравнения, в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных. Кроме того, вакцин и специального лечения COVID-19 на данный момент все еще нет. А маски доступны не всем. Идлиб снова под ударом. Клубы дыма поднимаются над сирийским городом Аль-Барах. Правительственные силы и их союзники усилили обстрелы. Позиции вооруженных формирований в провинции Идлиб на фоне столкновений между турецкими и сирийскими военными. В то же время сообщается о гибели по меньшей мере 7 человек в результате нескольких взрывов. Подразделения армии Сирии вернули под свой контроль ряд населенных пунктов на востоке провинции. Сирийская артериелия наносит удары по оборонительным линиям противника в Тавтаназе. Напомним, Дамаск прямо обвиняет Турцию в том, что перемирие Ведлибия было сорвано именно из-за действий экстремистских групп, которые пользуются поддержкой Анкары. Состояние итальянских автострад вызвало настоящий национальный скандал. Около 20 эстекад в стране нуждаются в капитальном ремонте. 200 существующих туннелей не соответствует европейским стандартам. Около тысячи автомобильных мостов не имеют официального владельца и не проверялись годами. Пересекаемые эстекадами и туннелями Лигурия в центре этого кризиса. Текущее расследование показало, что главный оператор автомобильных дорог, аутострада Пер-Эль-Италия, в течение многих лет врал о состоянии своей инфраструктуры, начиная с Муранди. Власти страны пока никаких мер не принимают. К другим темам. Изложить суть литературного произведения в жанре комикса. Написать эссе, помириться силами в знании пословиц, сказок и поговорок. Неполный список конкурсных заданий для участников областной олимпиады по казахскому языку. Прошедшие на базе специализированного лицея интерната были миновация. Более 200 мальчишек и девчонок самых разных национальностей объединило не только традиционные состязания под девизом «Жархом Балашак», но и любовь к языку великого Абая. К слову, прошедший конкурс является отборочным шагом перед участием в республиканском турнире, в котором честь региона предстоит защищать победителям областной олимпиады. К радости наставников члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников состязания. По итогам голосования знатоками казахского языка были названы учащиеся школ из Куксузского, Панфиловского, Сарканского, Алакольского, Карасайского и Талгарского районов. В числе лучших также ребята из городов Текили и Талдыкурган. Победителям вручены дипломы и денежные призы. И мне было очень интересно, допустим, как разных национальностей, в основном русские, дунганы, уйгуры, немцы, все участвовали и все рассказывают, допустим, прозу на казахском языке, потому что казахский язык – это государственный язык. Поэтому нам очень, конечно, приятно, что именно в сельских местах ученики с национальностью немцы, дунганы, уйгуры, то есть чисто на казахском языке сегодня читали произведения. Казахский язык я изучаю с детства, конечно же, то есть приходы в школу, то есть также дополнительные занятия, конечно же. У меня замечательные учителя казахского языка, которых я очень уважаю, люблю. Я люблю казахский язык, я хочу выучить его в совершенстве. Я считаю, что казахский язык настолько углублен и с историей связан. Я очень люблю казахскую историю, и казахский язык очень большую роль играет. То есть мы можем изучать казахский язык не только как в школе, так и по учебникам, по произведению Абая читать. Ну, то есть мне очень нравится. Как рыба в воде. В Талдыкургане прошло городское состязание по плаванию среди учеников средних школ. В нем приняли участие около 90 спортсменов в двух стилях. Организатором турнира выступила Назарбаев интеллектуальная школа. Продолжит наш корреспондент. Городское соревнование по плаванию среди школьников областного центра уже стало традиционным. И в этот раз Ниж Талдыкургана собирает под своей крышей пловцов седьмой год подряд. Всего принимает участие девять школ. Быстрейшего мастера головой дорожки выявили на одной дистанции, но в двух стилях. Сейчас у нас дистанции, две дистанции. 25 метров полный стиль и 25 на стиле. Сейчас количество детей, 80 и более детей. Возраст детей от 5 до 18 лет. Соревнование у нас проводится с целью восстановить дружеские качества среди детей, развивать дальнейшее плавание и участвовать в областных соревнованиях по плаванию. Аслан Жумаханов занимается плаванием более пяти лет. Юный спортсмен не раз становился призером городских соревнований. В его ассортименте полный комплект медалей – бронзово-серебряная и золотая. На этом плавец останавливаться не собирается. Его девиз – двигаться только вперед и достигать поставленных целей. Планы на будущее у юноши грандиозные. Я очень люблю плавать. Это мой любимый вид спорта. Я хожу в спорткомплексе «Ургене» и занимаюсь там. В секции плавания уже 5 лет. Мне нравится заниматься этим видом спорта. В будущем я хочу стать как олимпийский чемпион Дмитрий Балантин. Победителя выявили в общекомандном зачете. Первое место заняла Назарбаев интеллектуальная школа. На втором месте расположилась 14-я школа. И третье место у школы номер 5. Алексей Цоя, Блэй Кутыкбай, телеканал ЖТСУ, Талда Круган. Такой оказалась информационная картина уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания.